Добрый день, дорогие мои подписчики! Сегодня я хочу рассказать, как на самом деле государство помогает, как может вообще помогать в идеале государства. Всю сознательную жизнь я, естественно, прожила в России, было уже двое детей, и помощь была совершенно настолько мала, хотя я работала, была замужем от государства, о чем просто даже страшно вспоминать. Как же обстоит дело в Италии? Ну, и сначала, когда мы приехали, я узнала, что у дедушки пенсия, у отца моего мужа 2000 евро, 2000. Потом случайно посмотрела российский канал и случайно услышала, что наш президент... Да, появились первые такие сигнальчики в итальянской экономике на понижение. Ну, то есть с 2000 там понизили на 200 евро, условно говоря, там 1800 дедушек стал получать из-за тяжелой экономической ситуации в Италии. В общем-то, был прав наш президент, что в Италии, за рубежом, он на встрече с журналистами, он сказал, что вот вы занижаете, унижаете, урезаете пенсию своим гражданам, а мы в России повышаем. То есть он повысил со 100 евро, условно говоря, на 105 евро, 110 евро. Я уже не буду точно, условно говоря, понятно, да? То есть вот таким образом общаются политики, говоря о пенсиях. То есть вот реальная была пенсия работающего человека 2000. Ну, сейчас я знаю минимальное 500 евро пенсия. Что я еще узнала на рождении, ребенка нам сразу дали за Людмилочку 2000 евро в год. То есть единовременная такая выплата. И потом тоже была помощь из расчета 100-120 евро в месяц. Примерно так же еще 1000 с чем-то. Я уже точные цифры не помню. Далее я узнала, что мой муж на работе получил травму. У него он получил травму, то есть получил перелом ноги, руки. Ноги и руки, да. За это он до сих пор просто пожизненно получает 300 евро. То есть он не потерял работоспособность. Он прекрасно ходил, ходит. И сейчас, наверное, я давно его не видела уже. Ну, думаю, что каждое какое-то время от времени он ходит к доктору, проверяет состояние ноги, вот, ну, вполне может еще работать, ходить. То есть он не потерял совсем работоспособность. И тем не менее государство выплачивает 300 евро ежемесячно. Вот сколько я его знаю, вот эти 10 лет регулярная выплата. Потом, что еще я знаю, дети, вот 18-летние дети у меня появились, да. Они тоже отдельно один бонус получают за обучение 500 евро на покупку книг. Но компьютер они вот не могут технику купить. Но, по крайней мере, на книги они эти деньги потратить могут. Также по рекъесту, то есть дается запрос рекъеста, запрос в коммуну с документами. Далее сын пошел учиться, Евгений, да, старший, в институте. Он также получил борсу-студию за то, что он получил... Ну, это мы еще отдельно расскажем за его, что он на самую лучшую получил оценку, высшую оценку, как диплом высшей Чантелоды. За это он тоже получил от государства премию. И учился, когда тоже бесплатное было проживание ему и бесплатное питание. Ну, это еще отдельный разговор по учебе. Я говорю, я расскажу еще по Жене. Вот создавшаяся ситуация с этим вирусом, коронавирусом, о чем, собственно, хотела я сказать, о чем я испугалась, потому что если люди лишены возможности выходить из дома, работать, как это государство решает? В Италии это государство решило таким образом, что, вот, например, на четверый семья, как мы, из четверых человек, получает 400 евро бонус-пейзе. 400 евро. Вот вчера нас тоже последний привезли еще на 100 евро из магазина местного. То есть я сделала список, опять принесли, вот это уже повторное. Да, то есть говоря о кризисе, как помогает государство. Единственное, вот сейчас, пока не пришли другие серии этих помощи, на первых порах сразу же, практически в первый же месяц начали бесплатные карты, то есть каждая коммуна это решила по-своему. Наша коммуна и мэр города, синдека, решила таким образом, что я в магазин могла по списку получать на какую-то определенную сумму. То есть я говорю в расчете 400 евро на семью. Далее, я сделала реке 100 запрос в интернет, по интернету, как бэбиситтер. То, что я сейчас сижу с Людмилой и сама с ней учу все уроки. То есть государство мне будет платить 600 евро за бэбиситтер своей дочке, потому что я не могу выходить из дома. Дочери за 18-летние, вот это, вот ей как раз положено 500 евро за бонус получить к ней, добавляется еще 300 евро. Сын из севера, приехал из севера Италии, я вам говорила, прервал свою работу на севере, как сезонная работа была в гостинице. То есть он вернулся, прервал свою работу, тоже должен получить по... Ну, если как получим, я еще вам отпишусь, расскажу. Но мы уже все оформили, это онлайн, внесли все свои документы, то есть наша заявка на рассмотрение. Вот так помогает государство в Италии. Хочу вам сказать, показать, вот это уже второе, второе такого плана покупка, которая спонсируется государством во время этого вируса. Вот, хлеба нам дали, два. Это в районе 100 евро, вот эта вся покупка. Яйца, мешочек. Ну, это все как у вас. Вот, интересно, я хочу вам показать, что я заказала этих осьминогов с мороженых. Конечно, мы от моря далеко, в горах. Вот, сделаю. Ну, рыбные палочки, они, кстати, намного здесь вкуснее, чем в России. Я помню, еще обычные гамбургеры, котлетки замороженные. Петто диполло, это игрушка куриная. Кто еще не знает итальянский? Петто диполло. Петто диполло а фетти, кусочками. Хорошие. Пизелли, пизелли. Такой, хороший. Очень вкусно получается. Там суп прекрасный. Так, что я хотела особо отметить. Вот это интересные филеты диаличи. Солененькая такая рыбка. В спагетти с аличи мы делали как-то. Так, ну, тунец. Тунец мы очень любим. Тунец. Тонно. Кто не знает слово тонно? Тунец. В маленьких баночках. Так, это песто. Песто. Какого из интересного. Это такие сухарики. Называются фрезелли. Фрезе. Фрезелли. Так. Еще по поводу моего лука, да, что вот я вот вся вот седая. У нас почти все так ходят сейчас. Это такая мода сейчас на карантинное. На самом деле, как бы форма протеста, что мы ждем открытия, которое уже собиралось в мае быть. Но уже нас перенесли еще на один месяц. И скорее всего, я уже ищу тут по местным. Может быть, закажу в аптеке, потому что я не могу обычной краской. Я привыкла ходить по салонам, делать нормально себе окрашивание волос. Я не хочу в домашних условиях. Вот, возможно, сегодня тоже мы разговаривали с моей подругой-адвокатом, что она тоже будет заказывать себе краску в аптеке. Придется и мне. Потому что так же у нас и крема заканчиваются, и всякие различные средства по уходу, маске, пилинг и так далее. Ну, вот так нас любит Людмила. Это вот для Людмилки подарки. Шлебочки. Очень надеемся, что мы все-таки пойдем на море. И шампунь детский. Ну, вот так нас любит государство. Это молочко, которое я вам говорила, вот это безлактозия. Безлактозия. Эссензе лактозия. Эссензе грасси. Магра. Магра, то есть без жира. Безжиренное молоко и без лактозы. Для... У кого проблемы с пищеварением, как всегда, вот эти очень вкусные штуки. Крекеры. Крекерс. Мы с собой на море всегда брали. Соки мои любимые. Вкус детства. Еще это фасолька бандюэль. Бандюэль и чечи. Чечи это нут. Уже вареный. Очень вкусненько. Я тоже вам покажу, как мы в один из дней, как мы их готовим. Конечно, огромное количество пасты, пасты, пасты. Спагетти, как же без нее. Ну, все, до встречи. Приезжайте в гости. Пишите в комментариях, интересно, где вы живете и чем вам помогает государство, как мы, обычные люди, переживаем эту коронавирусную изоляцию. С вами, как всегда, Елена с последними свежими новостями из вирусной Италии. Подписывайтесь на мой канал. Мне еще вам много всего есть рассказать. До свидания. Чао-чао.